Парсен. И на души снова солнечно. В этих удивительных упражнениях Игорь Абуховский. Вон он, наш тренер. Дело в том, что у нас есть традиция два раза в год, обязательно. У нас происходит дома генеральная уборка. Моя мама, как каждая любимая мама, не доверяет никому. Она считает, что никто не может помочь мне в этой уборке помыть все, что должно быть вымыто. Поэтому мама приходит ко мне и, честно говоря, это слово в нашей стране все знают вкалывает. Вот мама вкалывает целый день. У нас на самом деле происходит вот такой вот маленький весенний апокалипсис. И после этого апокалипсиса, апокалипсис происходит у мамы со спиной. Ну, уже, скажем честно, возраст. И периодически спину прихватывает. Вот в этом году тоже как-то так случилось, что на следующий день пришлось подниматься с большим трудом. Но я думаю, что Игорь Абуховский на своих тренировках как раз в этот период года сталкивается с женщинами, которые где-то сделали генеральную уборочку, где-то там на огороде что-то вскопали, подцапали. И у всех общая проблема. Проблема со спиной. Да, сегодня я приготовил упражнения, которые помогут справиться с такими болями в спине. Почему это происходит? Потому что, когда мы убираем, чаще всего мы не держим правильно осанку. И в этом случае наши мышцы спины и позвоночник получают большую нагрузку. Мы сегодня будем использовать в качестве дополнительного оборудования веревку. Если у вас под рукой не оказалось веревки, вы, кстати, можете ремень снять, у мужа забрать. То есть длина какая должна быть? Длина должна быть так, чтобы ваши руки были чуть шире плеч. Это такой комплекс, что если вы правильно сконцентрируетесь и поработаете глубоко внутренне над теми мышцами, которые мы сегодня должны задействовать, то эффект вы получите уже после первой тренировки. Сразу же. Ух ты. Это мои вообще любимые слова, которые я всегда хочу слышать от тренера. Эффект после первой тренировки. Ну, я так думаю, что последствия уборки еще чуть-чуть ощущаются, да, Ирина Васильевна? Скорее всего, да. Поэтому каких-то акробатических этюдов от меня не ждите. Так зато мы сможем определить, насколько он действительно облегчает состояние. Вот вы запомните, как вы себя сейчас чувствуете, а потом мы проверим слова Игоря, что эффект уже после первой тренировки. Ну что, давайте начинать. Но вот прежде, чем мы начнем, давайте вот пару слов об осанке. Если Даша повернется в профиль, у нас есть главный наш, скажем, центр, который отвечает за осанку. Это три группы мышц. Это пресс, это поясница и это ягодичные мышцы. Чаще всего девочки очень сильно прогибаются в спине для того, чтобы отставить попу. Лордозик показать сейчас и сделала. Не надо было? Не знаю. Смотря для чего. Что в результате этого происходит? У нас расслабляются мышцы пресса и при этом мышцы поясницы постоянно спазмируются, но они напряжены. Мы к вечеру чувствуем дискомфорт в области поясницы. Каким образом это исправить? Мы, наверное, тоже часто все слышали такое выражение «подтяни живот». Живот нужно напрячь примерно процентов на 20 от обычного расслабленного состояния. И при этом попа делает такое движение нашей ягодицы. Мы их подкручиваем вперед, вот, да, как бы напрягая ягодицы. И вот теперь мы делаем движение плечами. Не теряя вот этого центра, мы начинаем слегка раскрывать плечи. Я буду постоянно напоминать о том, что наш пресс и ягодицы должны быть напряжены. А для того, чтобы мы не расслабляли лопатки, мы будем удерживать постоянно в напряжении нашу веревку перед собой. Ну что, давайте начнем? Да. Все-таки мне вот это напомнило. Это в себя, это в себя, как в известном кинофильме. Там все правильно рассказывала секретарь. Сзади подберитесь. Так. Спереди в себя живот. Как, или там, или там. Делайте, что вам говорят, все в себя. Все в себя. Ну что, смотрите, мы берем веревку. Для начала мы сделаем, скажем, разминку для наших плечевых суставов. Для этого выберите такое удобное расстояние. Вы должны завести руки назад и вывести вперед. Чем уже мы делаем, тем, естественно, сложнее. Поэтому можно начать с широкого положения. Сделать пять раз и потом немножко уменьшить расстояние. На палец намотать, например. Мы продолжаем делать, но вот когда мы начинаем что-то делать руками, мы сразу забываем про вот это. И в этом и заключается главная фишка этой гимнастики. То есть, что бы мы ни делали руками, например, если провести аналогию с уборкой, мы гладим, мы сразу расслабляем вот наши мышцы пресса, ягодицы и поясницы. Поэтому руки это отвлекающий маневр, а здесь мы помним. Хорошо. Теперь мы наматываем веревку так, чтобы наши ладони были чуть шире плеч. И в этот момент мы начинаем растягивать веревку в стороны. То есть, мы укрепляем мышцы, которые отвечают за сведение лопаток, которые отвечают за верх спины. И тянем, тянем очень сильно. Старайтесь вот растянуть веревку и посчитать про себя до 15. Мне кажется, у меня работает все. У меня и бицепс, и трицепс. А что ты уже вот так стоишь? А что ты прогнулась? Да, вот. Потому что тяжело мне. И нужно постоянно макушечкой вытягиваться вверх. Ирина Васильевна, дочка-то отстает от мамы. Сейчас порву веревку. На радостях. Окей, после этого мы поднимаем руки вверх и тоже растягиваем в стороны. Хорошо, опускаем веревку вниз. А сколько раз же нужно такое сделать? Вообще, вы можете сделать три удержания перед собой, три удержания сверху. По 15 секунд каждое удержание. Даже не запыхаешься, делая эти упражнения. Конечно. Такое удовольствие ощущается. И тепло. По дому можно ходить постоянно. Проверять, вытерли ли Даша пыль. Вот так вот. Итак, дальше мы потренируем наши косые мышцы пресса. Мы будем выполнять наклоны, тоже удерживая веревку над головой. Сейчас поднимаем руки вверх. От пяток мы вытягиваемся вверх, подкручиваем таз. Слегка растянули веревку, тянули живот. Делаем вдох. И на выдохе, оставляя таз на месте, мы наклоняемся влево. Продолжая удерживать напряжение в веревке. В центр. Вправо. Ключевой момент. Когда мы делаем эти наклоны, особенно вот наклоняясь в сторону глубоко, мы не должны терять подтянутый живот. Слушайте, мне очень нравится. Отлично. Мы такие движения делаем по 10 раз в каждую сторону. А пока мы минутку отдохнем, Игорь, может быть, ты расскажешь, как у тебя с уборкой? Мне кажется, что ты в детстве был такой прилежный, маме помогал, да? Где-то в середине 80-х, когда мне было лет 5, все дети помогали родителям, и я тоже решил помочь своей маме. Убираю, убираю, убираю. И тут я, значит, открываю на кухне шкафчик и смотрю, на самой высокой полке стоит некий газированный напиток. Такой желанный. Ты знаешь, Надя, я подумал в тот момент, что Бог есть, и вот оно, сразу же знамение и поощрение мне подтянулся к газировочке. И, как, наверное, в мультиках, когда ты добрался до чего-то того, что очень хочешь, я открыл рот и прямо вот, собственно говоря, сверху. Потом я нашел себя на диване уже. Как оказалось, видимо, моему папе, на тот момент ему было лет 25-26, видимо, рассказали о таком интересном веянии Запада, как напиток, как отвертка. И вот он решил... Да, и он себе приготовил. Но только он смешал этот напиток даже не с водкой, а со спиртом. Вот, собственно говоря, как спустился вниз, я не знаю, но на этом моя уборка закончилась. Уборка, я так понимаю, алкогольная жизнь тоже. Боже, боже. Ну что, а мы сейчас заметно опускаемся вниз. Это третье упражнение, мы будем выполнять раскручивание нашего корпуса. Наша задача, как можно медленнее опуститься на коврик. Веревку мы держим над головой. В момент опускания мы стараемся все время, все время удерживать сведенные лопатки. Сделаем вдох и на выдохе начинаем медленно укладывать спину на пол. Вначале подкручиваем таз, копчик ложится, затем крестец, затем поясница. И как можно медленнее нужно лечь на спину и раскрыть наши плечи и лопатки. После этого мы поднимаем колено, перекатом садимся, снова вытягиваемся вверх и повторяем такое движение 10 раз. Итак, переходим к четвертому упражнению. Это будет лодочка. Все мы знаем, как ее делать, но мы будем использовать веревку. Расскажу сейчас как. Мы ложимся лицом вниз, вытягиваем руки перед собой. Голова опущена. На вдохе мы медленно поднимаемся вверх. На выдохе опускаемся вниз. Постарайтесь в момент подъема и опускания удерживать постоянным напряжением веревки. Опустили голову. Три, два, медленно вдох, поднимаемся вверх. Пауза. И также медленно опускаемся вниз. Выдох. Отлично. Голова должна быть все время опущена. То есть мы вытягиваемся от макушки до пяток в одну линию. Вот таким образом мы снимаем со спины наш спазм. Вдох. И вниз. Выдох. Это упражнение мы делаем 10 раз. Сделали 10 раз. Отдохнули. Немножко секунд. 30-40. И еще 10 раз. Отлично. У нас осталось последнее упражнение. Это будут повороты корпуса. Мы садимся. Вытягиваем ноги вперед. Сейчас нужно растянуть веревку таким образом, чтобы руки оставались направленными в сторону. Давайте я покажу вначале. То есть нам нужно сделать поворот корпуса и потянуться к стопе. Поворот корпуса и потянуться к стопе. Здесь основной главный нюанс. Нужно вытягиваться все время вверх. Итак, приготовились. Вдох на выдохе. Поворот. Остановились. Наклон к носочку. И по той же траектории в другую сторону. Вдох. Поворот. 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 И по той же траектории. Вот такой контроль мы должны использовать во время любой уборки. Тогда ваша поясница и меньше пострадает, и быстрее восстановится после таких нагрузок. Я так думаю, что Полине тоже понравятся эти упражнения. Она что же у вас, активный ребенок, который во всем участвует. Поля у нас уже как минимум моет посуду. И я почему-то сейчас впервые задумалась, что, мам, я вот Полину не буду контролировать на генеральных уборках. Я лучше буду заниматься спортом, пилатесом. Как после вот этих упражнений самочувствие? Приятное. Не сразу все. А у тебя что в спине сейчас? Спина как-то? Я вижу, что глаза у тебя горят. Ты так раскраснялась. А спина у тебя есть? Нет, она не болит. Но есть ощущение как-то такой небольшой усталости. В области... Приятное. Да, приятное. И это не только для того, чтобы снять боли и напряжение, но и как профилактика тоже прекрасно. Пользуйтесь, Игорь, спасибо огромное. Спасибо тебе большое. Спасибо, Альдарья. Спасибо. Альдарья Корректор А.Кулакова